Наверное, надо начинать. Николай Николаевич Браун, давайте, толкайте речь. Память Аркадия Дмитриевича. Уважаемые друзья, сегодня необычный день, потому что когда один памятник заменяется на другой памятник, это значит, что память жива. И этот памятник мы видим сейчас вот здесь. Вот здесь я прошу его. Потому что нас сегодня собрал конечно Аркадий Северный, как было и много раз прежде сегодняшнего дня. Но те близкие, которые здесь от самого начала помнят, как это имя собирало многих любителей песни как авторской, так и блатной. А как говорил Аркадий, тюремных, тюремных песен, исторических. А исторические это тоже тюремные, не блатные. А это песни о тех этапах, о той истории, которая была на месте бывшей императорской России, существовавшем тогда СССР. Хочется сказать о том вкратце, что я, зная Аркадия совсем молодым, тогда, в те годы, в конце 50-х, не удивляйтесь, он обратил на себя мое внимание своим бархатным взглядом, своей цыганистой внешностью она была именно такой. В этом звездене было что-то от будущей такой цыганской самодеятельной звезды. Но он никакой самодеятельности отношения, конечно, не имел. Он был принципиально асоциален и стоял на позициях той отрицаловки, которая в 50-е годы по отношению к режиму и к тогдашнему, к периоду советского режима была естественной. То есть я хочу сказать, что у меня в памяти еще в 46-м году люди друг с другом обменивались мнениями. В 47-м, когда это было время виселец, люди стали говорить уже осторожнее и аккуратнее. И анекдоты рассказывали так уже через раз. А в 49-м, когда было так называемое Ленинградское дело, которое было связано с тем, что просто те русские фронтовики, которые вернулись с победой, они спросили, а литовские, армянские, украинские коммунисты есть? А где же русские? Русских вообще нет. Может быть, задуматься над этим вопросом? Задумались. Кого из руководителей здесь, в Питере, взяли, поставили к стенке, остальные пошли в лагеря. После 49-го года все молчали. В конце 50-х начались некоторые перемены, после 53-го года особенно. И вот уже в хрущевское время стиляги, коллекционеры джаза, в это время мы уже знакомы с Фуксом Рудольфом, который стоит рядом со мной. Стиляга. Он и сейчас стиляга. Которому, да, нет, во всех других музыкальных отношениях, конечно. Я хочу сказать другое. Мы с Аркадием посетили Рудольфа. Они запомнились друг к другу, а дальше просто отношения складывались так, что это были танцевальные вечера, никаких дискотек. Играют живые оркестры, как теперь говорят, вот такая музыка. И оркестрам разрешалось играть рок-н-ролл. А нам не разрешалось танцевать. А, конечно, нас тащили в милицию. Я тогда занимался цирковыми трюками. Мне это очень нравилось. У меня было два партнера. Эти два партнера со мной плясали. Аркадий при этом присутствовал. Однажды нас увидел Рудольф. Это было вот так на танцах, когда люди в три ряда сцеплялись за руки и не давали этим бригадмилам с красными повязками эти три кольца прорвать. И до того мы плясали. У нас была еще одна девушка, которая работала в радиоактивной лаборатории. Она рано умерла. И один из наших близких друзей за три месяца до смерти, зная, что она умирает. На ней женился демонстративно. И у них возникла взаимность. Это была такая замечательная пара. А мои два партнера были очень крепкие люди. Акробаты, гимнасты. Это те двое, с которыми я вместе забирался на храм с класса на крови, когда забраться нельзя было. Мы веревки там протягивали и забирались на веру. В те времена руфер. Аркадий больше всего был озабочен тем, что он должен собрать песни, как можно больше. Он говорил о себе, я лопата. Я должен собрать все цыганские, одесские, еврейские, пускай даже наидиш. Что касается блатных, это мое родное. Я, у меня отец был железнодорожным служащим. он занимал там пост на железной дороге, достаточно высокий. И Аркадий мне говорил, когда я смотрю на железную дорогу, у меня возникает только одна мысль. Этапами шли сотни тысяч людей, миллионы в России. Вот эти железные дороги, этапы. А у нас рентгеновская пленка есть в неограниченном количестве. Почему? Потому что моя мать рентгеновая. И она может сколько угодно дать этих рентгеновских пленок на производство вот этих самодеятельных плотных авторских песен и, конечно, джаза. А джазовые коллекции у нас были в Питере замечательные. Конечно, я знал коллекционеров. Один из таких коллекционеров вами давно уже в этом качестве изученный и вы видели его коллекции опять-таки Рудольф. И вот потому что я помню об Аркадьеве. Я должен отметить, он говорил, политика это не мое, религия тоже предъявляет жесткие требования, но те книги, которые я ему давал, сам издат и там издат, он читал с величайшим вниманием и говорил, я из Иванова, у нас, мы рядом со столицей, а почему там нет таких книг? Это что, через Питер? Ну, а кое-что через Финляндию я потом тоже получал, ему давал читать. И вот он мне запомнился как человек с горячей кровью, который всегда был в оппозиции к существующей жизни. Он говорил, вот, менты, тюрьма, никакой свободы, а мы должны быть внутренне свободными. Вот это то, конечно, что способствовало нашей дружбе. А обо всем остальном вы услышите от Рудольфа Кукса, а потом в наших песнях, которые, я так думаю, мы споем сегодня. Рудольф, твое слово.